Добрый день, меня зовут Гилко Елизавета, я инструктор по работе с населением Центра спорта Приморского района. Предлагаем вам выполнить комплекс суставной гимнастики вместе со мной. Этот комплекс позволит увеличить подвижность ваших суставов, укрепить мышцы, повысить тонус и получить прекрасное настроение, заряд бодрости на целый день. Итак, начнем с разминки традиционной. Поставьте ноги на ширину плечи, расправьте плечи, макушкой потянитесь вверх, выполняем вдох, руки через стороны, на выдох опускаем нос. Еще раз вдох, потянуться, выдох, опускаем нос. Выполняйте вдох через нос, на выдох опускаем руки вниз. И еще раз вместе со мной вдох и опускаем нос. Теперь в другой плоскости выполняем движение руками в сторону, раскрываем грудную клетку, слегка округляем грудной отдел спины, выполняем выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. И заключительный раз. Вдох и выдох. Дальше выполним ритмичные движения ладонями, растираем, согреваем наши кисти рук. И сюда мы добавим движения пальцами ног. Выполняем подъем, сгибание пальцев ног. Обратите внимание, поднимается только пальцы. Сама подушечка плюсно остается на коврике. Постарайтесь выполнить это в согласованном месте движения ног. Макушка тянет. Следующее движение. Лучезапястных суставов. Выполняем вращение кистью. Постараемся выполнять полную амплитуду. Можно слегка нажимать. И в другую сторону. Сюда добавим движение сводом стопы. Постараемся увеличивать арку стулов. Это выполняем для того, чтобы задействовать мелкие мышцы связки стопы. Дальше волнообразное движение локтевых, плечевых и лучезапястных суставов. И так же в другую сторону. Это уже чуть-чуть посложнее будет попробовать. Хорошо. Снова вправо. Добавляем небольшое движение приседания в момент заведения рук за голову. Попробуйте выполнить вместе со мной. Не забывайте дышать. Дыхание не задерживаем. Дыхание размеренное. И так же в другую сторону. Уже не так удобно будет. Но я уверена, у вас все получится. Выполним еще два раза. Отлично. Согните руки в локтях. Выполняем движение кошачьего лапа. Сгибание фаланг пальцев рук. В быстром темпе. Постарайтесь сгибать только фаланги. Не всю кисть. Отлично. Стряхните немного руки. Расслабьте. Теперь располагаем руки в сторону, точно параллельно полу. Выполняем быстром темпе движения пальцами рук. И сюда подключаем подъемы на носки и перекат на пятки. Обратите внимание, плечи мы не поднимаем. Макушка тянемся вверх. Шея длинная. Выполняем быстром темпе. Попробуйте развернуть ладони вверх. И выполнить то же самое. Можете попробовать усложнить. Одна рука направлена вверх. Другая вниз. Продолжаем подниматься на полу пальцев. Закончили упражнение. Расслабьте руки. Следующее упражнение. Руки к плечам. Выполняем круговые движения плечевых суставов с большой амплитудой. Вперед. Достаточно всего несколько раз. И в обратную сторону. Отлично. Сейчас немного сложнее. Одним локтем вращаем вперед. Другим попробуйте в противоположную сторону. И переключаемся другим вперед. Отлично. Выпрямляем руки вперед перед грудью. Постарайтесь плечи при этом не поднимать. Выполняем попеременные движения стопами. В это время вращаем прямыми руками напряженными. Представьте, что у вас на руках надеты лопрочек. И в обратную сторону. Отлично. И теперь мы переходим к движениям шеи, чтобы разогреть немножечко мышцы шеи. Это мы выполняем уже после движения в плечевом поясе, так как мышцы шеи уже немного разогрелись после этого. Обратите внимание, движение чистое вправо и влево, не запрокидывая голову и не наклоняя вперед. Отлично. И движение сгибания шеи. Точно так, вправо и влево. Следим за положением головы, подбородка. И движение полукруг только вперед. Подбородком скользим к груди. Еще несколько раз. Можно сопровождать движение взглядом. Подключая глазной анализ. Хорошо. Хорошо.